Здравствуйте, дорогие мои! С вами художник Ирина Клементьева и новый, совершенно необычный видеоурок живописи маслом на холсте. Сегодня мы будем с вами создавать копию картины художника 17 века Карела Фабрициуса. Картина под названием «Щегол». В другом видеоролике вы сможете посмотреть мою искусствоведческую справку, искусствоведческое мнение о данном полотне. И я была очень рада, когда вдруг услышала, что сейчас очень популярен фильм под названием «Щегол», что в центре этого фильма лежит данное гениальное полотно. Но, посмотрев фильм, я вас призываю, пожалуйста, не смотрите его, а посмотрите видеоурок по живописи маслом. Вы зарядитесь радостью, вы зарядитесь волшебством, вы приблизитесь к великому. Я, создавая данный видеоурок, отдаю дать великому искусству. А свое мнение по поводу фильма я выскажу в другом моем видеоролике, посвященном данной картине. Итак, всем, кто заинтересовался, предлагаю взять в руки кисти и отправиться в интересное путешествие по следам художника голландской эпохи. Итак, начнем. Продолжаем имитировать оштукатуренную стену смелыми движениями, повторяющими ласки автора. фабрицуза. и так далее. Птичка у нас слегка не в фокусе, то есть где-то у нее только в некоторых местах проглядывают прям перышки, а в основном ее тельце, оно такое немножко расфокусированное, то есть смазанное. Для чего это сделал автор, художник? Для того, чтобы показать ее жизнь, она живая, она не срисованная, так и кажется, что она все время шевелится, трепещется. Сейчас мы слой за слоем будем пытаться повторить, и вот это вот трепетание перышек, отдохнем в нее жизнь, чтобы она заплясала о наших холстах. Тонкие-тонкие переходы мы видим, краски, но при этом они такие разные, при этом они такие, столько в них цвета, в этой маленькой серой птичке художник заложил столько цвета. Накладываем последние штрихи на щекра. Продолжение следует... Прописываем далее нашу жердочку. Сначала все вводя в один тон, затем будем проявлять свет, тень. А теперь мы возьмем белила чуть-чуть, они у нас будут тронуты охрой, и нанесем итоговый штрих на этот металлический обод-блик. Причем этот брик такой неровный. Вот такой вот. И списывается. Сейчас еще в этом месте сделаю поярче чуть-чуть. И можно переходить далее. Дорогие друзья, наш видеоурок по созданию копии картины щегол Карелла Фабрициуса, художника 17 века, подошел к завершению. И в результате этого урока мы создали с вами замечательную картину, очень высокую по качеству. Скажу вам, что копирование великих произведений искусства очень полезно. Мы тоньше чувствуем цвета, мы тоньше чувствуем линии. Мы вырабатываем в себе новые художественные качества, которые очень помогут при дальнейшей самостоятельной живописи. Итак, с вами была художник Ирина Клементьева. И давайте творить искусство вместе!